предлагаю продолжить с того чего мы остановились два ключевых страха которых я вам рассказал кто мне напомнил что это за тракт все верно да это настоящие хобби которые реально присутствуют на рынке всегда это золотой сечение белой нить то же самое было давно сейчас и пройдет много лет эти хобби будут безумно присутствует на рынке это хочу провести параллель с знаете возможности которые появляются на рынке в средстве трендов уже вот человек который смотрит за развитием тренда понимает то что его упустил и вроде бы как еще хочется к нему присоединиться ну блин тренд по евро-доллару идет больше года ну что ему стоит пример банк еще недель и дать мне 100 пунктов может поменьше у всех своими лицами и закон подлости мы заходим в логер открываем сделку тоже маленький минус на спрейте потом спустя какое-то время мы видим то что сделка постепенно уходит в минус и вроде бы как уверенность которой мы уже зашли в этот трейд ждали свой небольшой профит потому что запрыгнули вагон входящего поезда мы прекрасно понимаем то что блин неверное решение и проходит еще какое-то время и закон полости ну проявляется во всей красе мы видим прям резкий обвал против нас а знаете еще есть такой момент стоит только нам оказаться сделка рынок примерно в другую сторону такое ощущение что можно поговорить с другом со своим и сказать когда я в эту сделку тут же открывай противоположный потому что тебе повезет а деньги потом погиб ну это действительно так если соседи уморить если провести эксперимент он в качестве счете может дать неплохие результаты но возвращаясь к тому что такой трейдинг он рано или поздно будет обречен на право и нужно сразу не размениваться по новощам нужно искать ту возможность и тот способ который будет реально систематически давать хороший сигнал и когда я задался целью понять что же как раз то что может способствовать принятию верных инвестиционных решений я правил параллель с 1929 года кто знает что произошло можно сказать этапе так это да вот это слово покруче это не кризис это реальная депрессия это конец американскому фондовому рынку произошло это в 1929 году 24 октября если быть точным что случилось в этот день американский фондовый рынок реально много потерял ну реально много больше 50 процентов за короткий промежуток времени и в этот момент на рынке еще ни разу вообще в истории даже не было дня когда такое большое количество трейдеров одинаково оптимистично рассмотрели возможности для трейдинга по американской фонде то есть они решили что активы которые просили ниже плинтуса но ниже уже упасть не могут и сейчас просто классного воли чтобы поднять терминологии трейдерские с 1 актив выкупить его с тех уровней на которых вообще он не должен был быть и в этот момент стали покупать все краткосрочные трейдеры тут же стали долгосрочными забыли о всех правилах потому что надо брать такую возможность ниже но не буду но ничего не случится покупали среднесрочные долгосрочные инвестиционные банки тогда кстати их было очень много даже больше чем сейчас тогда почему-то все верили то что фондовый рынок вот тот самый край где можно зарабатывать вечно а хэш фонды но так вот в тот день 24 октября даже к концу торговой сессии когда на рынке образовался максимальный лонг по всем возможным активам никто и не мог допустить что настоящее как говорит молодежь жесть она еще впереди и случилось это не в четверг 24 октября а вот как вы правильно отметили понедельник 29 октября 29 октября рынок просел уже ниже плинтуса потому что чтобы провести параллель не буду говорить вам процент американского фондового рынка потому что они вам вряд ли что-то скажут по ценовой комитации я хочу провести параллель цене бренд наверное а те кто следит за рублем прекрасно понимают то что бренд сейчас ключевой двигер для движения квартиру и ориентируется опять же на стоимость российской валюты отталкиваясь от фактической цены бренда вот параллель с брендом для того чтобы повторилась ситуация которая случилась в черный понедельник 29 года бренд должен стоить примерно полтора или два доллара за баррель то есть нереальность но тогда именно это и случилось рынок уничтожил всех в живых не осталось никого краткосрочный средний двуросрочный то есть вообще все это было просто сенокос сразу охладил интересы к американской фонде и вот этот вот по сути вот эта ситуация она позволила мне сделать простой выбор то что на рынке реально было тогда большинство и это большинство заблуждалось в тот момент времени и для того чтобы изменить ситуацию тогда в идеале было бы быть на стороне меньшинства и тогда понял то что для эффективного управления всегда нужно понимать все модели финансовых рынков которые развиваются всегда нужно знать что делать трейдеры а как они реагируют на теле и события и если вы видите что наступил реально стоящий момент нужно тогда научиться использовать большинство страхи жадность вот эти эмоции которые характерны большинства против большинства но во благо о себе и здесь просто напрашивается такое аксиомное правило когда все покупают мы что мы должны продавать то же самое все продают мы должны покупать хочу также отметить что на рынке в целом можно выделить две категории трейдеров и инвесторов это информированные инвесторы и не информированные информированные это а те кто прекрасно разбираются в специфике ценообразования фундаменте техники но могут мыть себя в гору реально вот я такой крутой я знаю что за тренды я знаю что является движущей силы этих трендов и я знаю что от этих трендов ожидать и есть большинство это те кто вообще нифига не понимают как устроены финансовый рынок они как раз делают все на бум гадают пытаются угадать не угадывают теряют деньги создают ликвидности как раз говорят о том что на рынке действует такое понятие как стадо реальное стадо всеобщее рыночное заблуждение но есть также интересный момент что поскольку за большинством как ни крути всегда стоят солидные деньги у меньшинства их может быть много в отдельных взятых игроков маркет-мейкинг но если мы сопоставим все-таки с большинством мы прекрасно понимаем и можем сделать абсолютно логичный вывод о том что у большинства денег зачастую даже больше из-за того что у большинства много денег мы видим развитие таких серьезных трендовых движений это действительно факт и зачастую возникают такие тренды которые убеждают даже мыслящих грамотных трейдеров подключаться к этому движению ввести скажем на вот это всеобщее заблуждение идти на поводом толпы и принимать неверные инвестиционные решения и как только я тоже пришел к такому пониманию я понял что для эффективного управления на рынке финансовых активов мало разбираться в фундаменте мало постигать основу технического анализа нужно уметь читать модели поведения видите большинство и разумеется использовать это большинство против самих же трейдеров это главный скилл главный навык манипулировать всеобщей жадностью и всеобщим заблуждением и всеобщим страхом теперь хочу рассказать вам как фактически все что происходит на рынке развивается практически на одном отдельно взятом тренде и как в этот момент ведут себя представители меньшинства и большинства фаза тренда четыре фазы это фаза накопления фаза масса участия толпы фаза распределения и фаза спады вот этот слайд весьма красный чем указывает на то что происходит момент генерации каждого тренда если вы разберете по полочкам любой тренд вы поймете то что вот эти фазы они присутствуют на нем всегда и это опять же прописное правило как они собственно выглядят фаза накоплений в данном случае вы видите большой коридор явные по торговке когда рынок собирается силами гадать что с ним может быть дальше здесь конечно же небольшой но я не стал копаться в истории просто даже за как выделила тренд чтобы вы все поняли просто схематику того что происходит если мы будем прослеживать все это на дневном таймфрейме и вы еще на неделю это будет еще круче смотреть это действительно по начинается все с фазы накопления что происходит на фазе накопления фазе накопления smart участники умные трейдеры оценивают текущую ситуацию на финансовых рынках и принимают решение что пришло время действовать против большинства против пришло время тащить актив по а в сторону противоположный который развивался этот тренд вот если отмотаем назад там был как раз традиционный тренд долго падала валютная пара ну евро доллар понятно здесь идет проторговка и в этот момент к рынку подключаются как раз с марты они начинают покупать актив потому что действует против толпы и покупки поскольку связаны с активностью меньшинства они здесь они провоцируют какое-то серьезное волатинство потому что у меньшинства как на пути меньше денег чем большинство и рынок просто не видит их капитал не видит их средства они проходят незамеченными они реально залазит в крутой уровень используют эту возможность но рынок пока не замечает поскольку нет серьезного вливания в тренд это банкного капитала мы видим то что протокол проходит достаточно спокойно плаза распределения характеризуется тем что на этих уровнях примерно вот здесь мы достигли того тэк-профита которым стали руководствоваться в тот момент когда заходили на фазе накопление мы получили от рынка все что хотим мы соответственно благодарны ему за то что позволил использовать эту возможность которую мы спрогнозировали и теперь у нас как только мы выходим из сделки еще какое-то время на рынок может петь по инерции опять же давая некоторых доходов еще тем кто присоединился позже и на параллельно с этим этапом после того как мы достигаем трековых значений наступает четвертая фаза это фаза макдауна или обратной тяги когда мы уже заходим в другую сторону мы не собираемся покупать дальше мы продаем все еще покупающие толпы и видим вот это в этот момент еще раз убеждаемся в том что заблуждение на рынке присутствует мы его грамотно использовали и соответственно заключили хорошую сделку вроде бы как со спецификой фазы образования на рынке все понятно но я думаю что те кто внимательно следил за этими слайдами у них уже возникли резонный вопрос красиво все на истории вырубить а как поймать четыре фазы которые собственно и стали моментом начала для распределения где можно было стать хорошую сделку ну даже вот здесь вот еще это вот здесь либо уже вот на уровнях вот здесь продать это правило вопрос этот вопрос по сути сейчас позволяет нам подойти к кульминации который я хочу сказать это по сути тот индикатор который есть в личном кабинете индикатор рыночных настроений кайман который указывает на перекупленность и перепроданность рынка который указывает на экстремумы финансового актива которые возникают на рынке и как только эти ситуации появляются когда кайман достигает своих точек кипения на рынке как раз генерируется серьезный сигнал который указывает на то что будет указано что тренд замедляется и в ближайшее время стоит готовиться к обратной тяги кайман кто знаком с коммуникатором но уверен познакомиться кайман не это фиксированное значение от 0 до 100 это по сути его граница а фактически если увеличивается количество покупок кайман растет потому что прежде всего кайман показывает количество покупок трейдеров в рамках отдельно взятого актива соответственно если увеличиваются продажи кайман снижается идет к нулевой территории примечательно на уровне 0 а 100 практически никогда не достигаются потому что на рынке одновременно но не может принципе быть такой ситуации но практически никогда когда все покупают или продают всегда есть какой-то баланс интересов есть разброс у каймана есть свои критические уровни в частности для пары евро доллар это 37 если кайман входит в зону от 70 до 100 это явный четкий сигнал о том что кайман вошел в зону перекупленности и сейчас вообще можно даже не готовится железобетона зачастую ставить на то что в ближайшее время пойдет реальный разворот потому что очень много трейдеров поверила то что а тренд будет дальше расти и рынок он не может уважить всех он разумеется гораздо более хитрее и если сам как бы внутренним чучьем понимать что сейчас очень много а делается на область ставки он ведет себя очень капризно и соответственно мы видим тонк на коррекцию которая имеет место и соответственно если кайман забирается от зону от 30 до 0 это значит то что актив реально перепродан нужно готовиться уже к обратной тяги специально сделал акцент на то что евро доллар 3070 это мое личное наблюдение это болиджер поинца точки кипения реально разворотные моменты с которых можно увидеть изменение трендового движения войти в сделку соблюдение риска менеджмента и соответственно ждать пока тот сценарий который вы спрогнозировали будет реализован на вашу пользу сейчас хочу по сути показать вам вот этот слайд это скриншот из личного кабинета тогда когда кайман по евро-доллару показал себя во всей красе я специально подсветил первую области зеленый кружочек вверху это состояние цены график цены евро-доллара а здесь мы видим по сути а сам кайман который указывает общее состояние доминирование покупок а преобладание медведей или быков на рынке 22 октября то есть совсем недавно кайман зашел в зону перепутанности то есть оказался выше 70 до этого он пыхтел старательно поднимался к этому назначению я был уверен то что произойдет только скажем момент x когда очень много трейдеров пришла просто сейчас пришло время реально покупать на полную покупку европейскую валюту и именно это произошло существует 22 октября когда кайман покупка вот собственно показатель кайман здесь баланс удается 100 процентов оказался выше 70 процентов признаюсь я провел трейд то думаю что не быть голословными я хочу сказать то что на нашем официальном канале на youtube есть это видео которое мы засняли буквально несколько недель назад точнее засняли когда я проводил очередную конференцию но там я продемонстрировал свой личный расчет опять же тренинг по индикатору кайма это как раз был депозит на 10 тысяч долларов я немножко отошел от своего на правило и перебрался причем ну относительно перебрал десятый и как только я увидел то что сигнал этот появился я не непременно воспользуюсь этой возможностью опять же уверяю вас посмотрите это видео это реально там реально еще там фактически сделки я и закрываю и закрывали почему потому что допускал возможности очень неприятных последствий которые произошли в этот четверг и если бы я тогда не мыслал опять же на перспективу не думал что может что-то измениться и пойти не потому сценарий который прогнозирование у меня бы большинство ордеров 5 почему 5 потому что после того как вы оказались вот здесь в 70 я расходом ждал что будет со мной дальше как из этой сделки можно было выйти либо дождаться противоположного уровня тыс который либо удовольствием противоположного уже есть получить его потому что может быть действительно стоящий здесь кому что ну мне а профиль для большой в принципе был не нужен потому что я не верю это просто словно и разгоны хотя их наблюдал реакцию по примере который я сказал но я так не умеет я торгую консервативно я стараюсь не допускать серьезные от нас отки используя только чем который я отметил и в этот момент когда кайман оказался здесь снова ушел наверх и второй раз протестированный 7 поскольку у меня уже был профит соответственно с одессе плавающий был больше десяти тысяч долларов и на этом уровне я роду еще европейского валюту же маленьким объемом 0 1 и вообще причем не стало ну тоже в районе 10 потому что эти сами понимаете уже больше далее мы пошли вниз дома что наверно беремся до 30 и если бы мы вот как раз начали время добрались до противоположного значения я уже тогда закрылся но минимальный уровень здесь был в районе 50 после этого мы снова стали наблюдать серьезные изменения настроения кайман ушел опять в зону 70 как только на пасы на это уже держали а тут речь идет тоже продал стал наблюдать ситуацию четвертый раз снова прошел вниз не добавился до тридцатки ушел опять на 70 продал пятый раз причем совокупное не больше 10 но в рынке у меня было уже по сути полтора года около того и профит уже в районе восьми с половиной тысяч долларов потому что фактически тогда когда рынок пошел на вот этот уровень я снял скрин зафиксировал я сделки ярославле и это было на прошлой неделе то есть получается конец ноября мы видели то что цена в этот момент было в районе 0 6 и я закрыл соответственно совокупный результат 18 с половиной тысяч долларов это реальный день и минимальные значения по цене даже еще ниже были там депозит практически до 20 раз но начал жальничать решил то что можно подождать еще сильнее можно подождать еще более глубокой просадки закрыть больше двадцати тысяч долларов но рынок пошел вниз я проснулся на следующий день и понял то что рынок перед новым годом сделал тебе классный подарок и если ты учишь людей не поступаться правилами риск менеджмента так будь добр подкрепляй собственной практикой и показывать тем что даже на таком шикарном искушение как плавающий профит который в принципе уже на рынке ничего не может произойти чтобы депозит оказался ниже скажем от того который был задепонирован компанией то есть ниже 10 тысяч долларов потому что если бы допустили негативный сценарий евро-доллар должен был улететь даже выше тех значений которые мы видели в этот четверг но этого не произошло и я решил что раз я говорил то значит нужно делать и в ярославле я собственно вечером закрыл эти сделки когда была конференция эмоции в зале были серьезные вы их услышите опять же на видео потому что все решили что я не прав потому что все были уверены в том что евро будет дальше снижаться и мне говорили артем вы идиот дальше будет добавить и с вашим объемом вы могли заработать больше 30 тысяч долларов я сказал то что нужно радоваться тому что есть в моменте тем более что восемь с половиной тысяч долларов за месяц по сути если конец ноября это просто сногсшибательная доходность я зафиксировал сделки у меня стало хорошее настроение эйфория с коллегами даже говоря по простому языку проставился потому что реально приятно и я хочу сказать то что если у меня была возможность бы провести это опять же этот трейд вот сейчас с вами я был бы так же удовлетворен этой ситуации был бы довольны и не только потому что он я заключил профитную сделку я был бы уверен то что ты сейчас я наверно уверен те кто внимательно меня слушать что вы по сути уже освоили новый способ принятия инвестиционных решений этот способ доступен в личном кабинете просто откроет индикатор женщин их настроение кайма и для того чтобы не декортировать его не нужно иметь 10 высших образований нужно определить уровне которые являются экстремными по я же думаю я вам фактически сказал и эти уровни реально дают возможность фактически вы их видели сейчас если бы вы тогда уже освоили этот навык сейчас бы вы имели представление только о фундаменте не только сейчас вы уже владели бы искусством манипулирование толпой массами использование психологии сейчас у вас уже был хороший профит и такое же классное настроение на самом деле как у меня а если бы у вас было хорошее настроение значит то что вы проводите сделки профит очень хорошее настроение было бы и у нашей компании потому что ваша прибыльная торговля она позволяет компании а маркес обрастать таким статусом который я анонсировал это брокер самым высоким процентом успешных трейдеров и каждый ваш прибыльный профит каждая ваша положительная сделка она позволила бы нам еще ближе приблизиться к интерактив брокерс и потеснить его до конца этого года то есть закроем этот квартал но я думаю что у нас еще по сути больше полмесяца посмотрим то что происходит с евро долларом сейчас это круто я уверен то что кайман сможет подарить нам при новогодний праздник и заберется еще разочек какого-то порога и очень надеюсь что этот уровень вы уже используете поэтому новый способ анализа доступен объяснил уже я думаю что всем все понятно если есть вопросы я на них с радостью отвечу понятно что работает по смыслу дивергенции очень похож на все вопросы вопрос какой вот смотрите формируется свеча каймана когда когда уже сформирована свеча на графике то есть мы получаем здесь здесь мы зашли мы опять на каком уровне примерно вы вошли бы сделку если вы используете те правила но я кайманом не пользуюсь не ну вот сейчас вы уровень примерно видите про докупки мне она больше уже говорится что докупался я думаю вы про продажи я имею ввиду что кайман нам с запозданием дает информацию для входа ну посмотрите где цена здесь она понятно здесь она опустилась я вот это красноречивая свеча я так понимаю вот она вот эта свеча она нам дала показатели для продажи да но продавать то мы где вот здесь будем ну конечно а вот здесь мы стали зарабатывать а здесь то мы заработали совсем чуть-чуть но я не спорю с этим основной профит пришлось вот на этот турнир потому что мы зашли по самым большим объемом есть первый раз потом мы дополнительно покупали но извините если вы хотите зарабатывать без какого-либо малейшего отката вы слишком много думаете понятно и знаете еще второй вопрос вы об этом не упомянули кайманкой я понял это сделки только клиентов о маркетсе соответственно он был тоже вы знаете как он был мысли вслух да то есть я понял не репрезентативный выбор называется не совсем скажем объективно делать какие-то на клиентах компании ответ на самом деле очень простой я с чего начал в принципе с учетом того что высокий уровень доходности с чего я начал наш семинар я сказал то что на рынке всегда действует есть соответственно большинство и меньшинство есть толпа которая может состоять из я думаю что толпу делает наверное коллектив уже человек 50 ну моё субъективное мнение поэтому те несколько тысяч клиентов которые тортуют у нас евро-долларом это те же самые 10 тысяч долларов которые есть в интернете брокерс для того чтобы сгенерировать толпу и общее настроение не нужно добиваться клиентской позиции в 1 миллион рублей толпа она уже есть и те данные которые я использовал для анализа я сравнил опять же есть у меня знакомые в ряде компании потому что я никогда бы не стал говорить о том что это хороший постоль если бы не убедился в том что рыночные настроения они не разнятся если толпа уже появилась на рынке если мы возьмем выборку даже из 100 человек если бы у нас компания торговала 50 человек поверьте вот этот вот сигнал каймана по сути был бы таким же какой бы мы увидели бы в интернете брокерс с их 100-тысячных клиентов ничего не изменилось большинство есть большинство толпа формируется из гораздо меньшего количества трейдеров и вопрос касательно не то что эти отчеты и статистика не результативно не репрезентативно это неправильно потому что толпа она есть уже даже в рамках того который представлен даже в очень маленькой компании даже в принципе аудиторию из 30 человек можно сказать что есть точнее будут уже перспективы те кто прислушивается соответственно тому что ты сказал и начнут использовать это в практике а будут те кто забудет все что я рассказал уже к вечеру сегодня продолжат торговать основываясь на фундаменте на технике и даже не будут принимать в расчет тот факт что есть индикатор инженов настроения кайман есть такое понятие как большинство и меньшинство и эти люди будут считать то что они все делают правильно и ну не знаю рынок такой плохой он не дает возможность зарабатывать я надеюсь что среди вас все таки большинство тех кто не будет игнорировать то что я сказал и по крайней мере намотает себе вот где-то там что способствует принять решение и если это где-то отложится я вас сейчас не наставляю на то что придя домой вы должны продать евро доллар или купить я вам говорю о том что если вы хотите прийти домой и провести сделку на сел посмотрите что показывает рынок и если вы увидите что в этот момент большее количество трейдеров покупает значит помимо того что вы решили ваше собственное мнение оно реально подкрепляется уже таким каким способом интерпретирования данных как психология поэтому все карты в ваших руках спасибо за внимание аплодисменты по золоту это